Посадочный материал клематисов очень сильно отличается в зависимости от сорта. Мощные сорта, как правило, имеют хорошо развитые саженцы на несколько побегов с сильной корневой системой, в то время как более низкорослые сорта, так называемые тугодумы, имеют значительно более слабый вид. Хотя возраст саженцев, условия выращивания абсолютно одинаковые. Но вот для сравнения, это у нас идет саженец двухлетний прошлогоднего черенкования Лютер Бербанк. Вот смотрите, он уже цветущий, при том некоторые цветы уже отцвели, я тут обрывала на несколько веток. И корневая какая мощная, развитая. А рядышком идет тоже уже вызревший саженец низкорослого сорта Андромеда. Тоже саженец, в общем-то, вызревший, потому что имеет уже, где тут у нас, на конце вот бутон, то есть он уже зацветает, собирается. Но смотрите, уже корневая система значительно слабее. А далее идет еще больше тугодум, востребованный сорт мультиблю с махровыми цветами. Очень плохо черенкуется, во всяком случае у меня сорт. Тоже видим, что он уже с бутонами. Но по развитию саженец, конечно, сложно сравнить с первым саженцем Лютер Бербанка. А учитывая, что при пересылке саженцев они, как правило, хорошо обрезаются. Вот я вам показала тот же самый мультиблю. У него вот обрезан побег, тоже уже с цветочком, зачатком, бутоном. То может показаться, что саженец совсем какой-то слабенький. Хотя это, в общем-то, стандартный двухлетний саженец, у которого, скажем так, достаточно много корней. Но самое главное, у него есть побег на несколько междоузлей. И самая главная часть саженца – это корни и где-то сантиметра 4-5 выше корневой шейки. Все, что сверху, это, в общем-то, абсолютно для саженца не существенно. Потому что, как правило, большинство сортов относятся к третьей группе обрезки. То есть обрезаются практически до уровня земли. И вся наземная часть у них к осени удаляется. Еще раз повторюсь. Главное в саженце – это хорошо развитая корневая система. И где-то выше точки начала роста корней, то есть корневой шейки, 5-6 сантиметров. Эту точку начала роста корней, корневую шейку, при посадке обязательно надо заглубить минимум 5, а то 8 сантиметров, для того, чтобы шло хорошее кущение, это раз. И, во-вторых, чтобы эти все почки здесь очень много. Сейчас мы их не видим, а рано весной пойдет тронуться они в рост, и начнется их распуск. Будет видно, что именно вот в этой зоне корневой шейки очень много почек, которые дадут несколько побегов, которые уже будут у нас цвести в следующем сезоне.